Красноярские железнодорожники случайно нашли в вагоне с углем 10-летнего мальчика. Он поссорился с отцом и уехал из Боготола на ближайшем поезде к маме. По дороге уснул, в итоге перепачканного сажей голодного и замерзшего ребенка заметили сотрудники станции. Сейчас мальчик ждет родителей в Красноярском центре временного содержания несовершеннолетних. О других новостях в двух словах расскажем далее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как рассказали в пресс-службе КРАШ-ЖД, сейчас на платформе завершают благоустройство. Монтируют крытые навесы и готовят к укладке резиновые настилы на пешеходные переходы через пути. Появится там и специальный подъемник для инвалидов. Счетную палату края возглавит Дмитрий Воропаев. Он 15 лет отработал в ведомстве аудитором. Кандидатуру уже одобрили краевые депутаты. Назначение рассмотрят на ближайшие сессии. Напомню, предыдущего руководителя счетной палаты Татьяну Давыденко уволили летом. Почти единогласно ее досрочно отправили в отставку также депутаты ЗАГС Собрания. В этом году новогодние елки в Красноярске откроют раньше. На Театральной площади, например, уже 25 декабря. Такое решение приняли из-за чемпионата России по фигурному катанию. Всего же в нашем городе в этом году установят почти 50 городских и районных елок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин